25-я сессия Генеральной Ассамблеи Всемирной Туристской Организации завершила свою работу. Масштабное событие открыло большие возможности в индустрии туризма для всех его участников. По итогам поставлены задачи, приняты практические решения, подписан солидный пакет соглашений, направленный на дальнейшее развитие туристической отрасли. С деталями Зарина Хакбердеева. 25-я сессия Генассамблеи ЮНВТО. Какие состоялись мероприятия и чем они запомнились? Президент Узбекистана на торжественной церемонии открытия «Тепло» поприветствует участников мероприятия выдвинул 7 важных инициатив. Приоритеты образования, безопасность и экология в туризме. По инициативе главы государства в целях поддержки и создания комфортных условий для лиц с особыми потребностями 2025 год объявлен годом инклюзивного туризма. А вот Самарканд, место зарождения мировой цивилизации, стал мировой столицей туризма. Солидные договоренности достигнуты в ходе двухдневного глобального инвестиционного форума. Всего подписано 158 договоров почти на 5 миллиардов долларов. Были представлены стенды 14 регионов республики и стран Центральной Азии. Образовательный форум. Еще одно важное мероприятие на полях сессии. Он собрал более 1200 иностранных и отечественных специалистов и экспертов из более чем 30 стран. Экспертов из разных государств объединила общая заинтересованность сформировать будущее туристической отрасли посредством образования. Образовательный форум в рамках 25-й сессии Генассамблеи прошел очень эффективно. Прозвучало много новых идей и инициатив. Начиная с сегодняшнего дня мы будем сотрудничать с рядом высших учебных заведений. Нам удалось подписать меморандумы. В нашем университете 18 факультетов. Все они связаны с цифровыми технологиями. Мы обучаем кадры в сфере туризма. Они проходят подготовку в области углубленного изучения культурного наследия. В дальнейшем мы хотим сотрудничать с учебными заведениями Узбекистана в этом же направлении. В прошедших дискуссиях нам удалось обменяться опытом с нашими коллегами и поговорить о развитии сферы образования. Узбекистан богат и известен всему миру не только уникальной архитектурой. В нашей стране достаточно хорошо развитый исторический и культурный туризм. Эко-агро-майс-индустрия. В перспективе развития зеленого туризма. Тур-потенциал регионов Узбекистана, а также стран Центральной Азии, Туркменистана, Таджикистана, Кыргызстана и Казахстана в рамках Генассамблеи представили на выставке. Небольшое селение Сент-Оп расположено между Нуратинскими горами и пустыней Козылкум. За последний год государство профинансировало в селе ремонт дорог, окрестностей и другой инфраструктуры. Усилия не остались незамеченными. Туристическая деревня Сент-Оп в Новоицкой области признана самой лучшей среди пяти номинантов от Узбекистана. Вместе с тем, высокую награду получили представители порядка 50 стран. Очень красивое село на берегу прута. Это юг Молдавии. Мы очень рады к этой премии. Для нас это большая ответственность. Мы должны быть всегда на высоте, чтобы туристы, которые приезжают к нам, были довольны. Подытожила юбилейное засчитание открытия в Самарканде Академии туризма ЮНВТО. Ее презентовали в рамках глобального образовательного форума. Это одна из выдвинутых главой государства инициатив. Прелесть Академии заключается в том, что есть гибкость для тех, кто уже работает в сфере. И поэтому у них будет выбор получить сертификат и выбрать только один курс, одно направление. У них будет возможность пройти полностью всю программу обучения. При том, что ЮНВТО Академии, они сейчас основываются в разных странах мира. Это откроет доступ. Это некая сеть для тех, кто закончил Академию. Значит, доступ и в другие страны для того, чтобы изучать опыт в управлении туризма за границей. Целью Международной Академии туризма является формирование класса квалифицированных кадров, которые будут служить развитию туристической отрасли и сектора экономики. По окончании Академии выпускник получит сертификат, признаваемый привлеченными образовательными учреждениями-партнерами. В Международной Академии туризма будут готовить менеджеров ресторанов, официантов, барменов, а также других специалистов в сфере туризма. Ожидается, что студенты будут обучаться по программам, разработанным с учетом опыта зарубежных стран, а также швейцарских школ гостеприимства. Завершить специализированные курсы и получить сертификат также могут люди со средним или средним специальным образованием. Вклад Узбекистана в деятельность Академии, тиражирование и адаптация программ обучения к местным условиям, финансовая поддержка проектов, помощь в трудоустройстве студентов, оценка рейтинга обучающихся. Здесь же состоялось знакомство с деятельностью тематического офиса ЮНВТО в Самарканде. Позади пять насыщенных дней. Проведение юбилейной сессии, как отмечали гости, открывает новую веху туротрасли в Узбекистане и выводит одну из приоритетных отраслей экономики страны на новый международный уровень.